Премьер-министр Казахстана принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Ташкенте. В рамках заседания в узком составе участники обсудили актуальные вопросы экономического взаимодействия и создания условий, обеспечивающих укрепление торгово-экономических отношений стран-участниц СНГ. А уже в расширенном составе главы правительственных делегаций рассмотрели ход реализации договора о зоне свободной торговли СНГ, развитие нефтегазового машиностроения, мелиорации земель, контроля таможенной стоимости товаров и меры для эффективного противодействия международным картелям. Отмечу, что в ходе расширенного заседания премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков понял вопрос, не входящий в повестку заседания, касающийся ситуации на казахстанско-кыргызской границе. В этой связи Бахачан Сугентаев разъяснил позицию правительства Казахстана. Правительство Казахстана считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба стран-участницам союза. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской республики своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами. Правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по пяти принципиальным направлениям. Первое. Приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствии с правом Евразийского по налоговому администрированию. Второе. Противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции. Третье. Обеспечение кыргызской стороной постоянного эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного коррентинного контроля товаров на предмет соблюдения требований Евразийского. Четвертое. Принятие Кыргызстана мер по предупреждению и пресечению нарушения транспортного законодательства стран-членов экономического союза. Пятое. Недопущение контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов и тому подобных. Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы, мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность стран Евразийского экономического сообщества. По официальным данным из-за перетока серого импорта из Кыргызстана в страны Евразийского экономического союза, объединение терпит значительные убытки. С октября 2015 года потери бюджетов государств-членов ЕС по таможенным пошлинам и НДС составили почти 2 миллиарда долларов. Самая большая доля убытков у России 1 миллиард 700 миллионов. У Беларуси 99,6 миллионов и у Казахстана почти 159,5 миллионов долларов. С 10 октября Казахстан усилил проверки на границе с Кыргызстаном. С этого времени было установлено 246 фактов отсутствия товарно-транспортных документов или недостоверного их оформления. В области ветеринарии выявлено 133 нарушения законодательства ЕС, в том числе 41 факт ввоза шести опасных карантинных объектов. 66 раз нарушены фитосанитарные требования, 409 раз были превышены весогабаритные параметры и нарушены условия перевозки скоропортящихся продуктов. Никаких сложностей на казахско-кыргызской границе сегодня нет. И еще есть проблема с законодательством, таможенным законодательством Кыргызстана, которое не приведено в соответствии с нормами, принятыми в Европейском экономическом союзе. В конечном итоге данное интеграционное объединение открывает для Бишкека гораздо большие перспективы, чем, например, для Казахстана или для других республик. Дорога на север лежит через Казахстан и далее в Россию, которая тоже является членом Европейского экономического союза. У них есть очевидные выгоды и они должны следовать и соблюдать определенные правила.